всем привет мы продолжаем нашу кампанию за фракцию испания в игре rim total war играем я напомню на максимальной сложности в принципе да вот за испании у нас уже как мне кажется началась череда финальных серий нам нужно 15 провинций а также уничтожить или пережить фракцию карфаген в принципе провинции у нас уже все все захвачено нам остается только расправиться с карфагена поэтому в принципе да вот мы наверное будем играть вот в северной африке вот здесь вот в районе туниса нынешнего туниса да здесь мы будем играть от защиты нашей армии да на нашей армии мы одной будем двигаться к этому самому лептис магни нынешние триполи по моему так вот здесь вот в европе вроде бы тоже вот все нормально ну возле массили и мы пока что обороняемся 6 ходов мне кажется голом здесь ничего не светит ну и возле алисии тоже в принципе да вот держим оборону только вот я бы честно говоря вот перестроил бы вот этот вот храм так по моему езду сдает этих бычьих воинов до остальные все какую-то ерунду дает да вот давайте мы езуса храм быстро им в лесе и принципе да вот здесь вот уже британцы находятся с которыми у нас пока что конечно же нейтральные отношения но мне кажется британцы победили и немцев да 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 это все теперь британские земли и скорее всего британцы нападут на нас а самый ближайший к ним город это алесия но как бы да вот к тому времени пока они нападут на нас нам как раз вот нужно будет захватить лептис магна так что вообще-то по сути сложного особо так ничего и нету так по финансам выходим на 4261 динарий в принципе неплохо так по войскам подкреплений уже не строится так что в принципе это с финансами вроде бы напрягов уже не должно быть хорошо давайте сдадим следующий ход смотрите римляне сняли осаду с карфагена они странные честное слово так давайте в алесии священную рощу езуса чтобы мы по крайней мере могли бы вот вот этих вот голых кельтов переобучать так ваша армия попала засаду устроенную войсками мятежников вас застали врасплох и у вас не будет времени подготовиться к битве да очевидное поражение опять тут в этих лесах устраивают засады всякие мятежники недобитые так и мне кажется вообще-то бычьих воинов у меня уже много так хорошо давайте переобучим войска что-то многовато тут у меня войск в северной африке имя сосредоточено мне кажется я не очень-то хорошо распределил войска так ну чудесно ходы кончились готовы поднять паруса да да капитан ходы кончились вот так вот да да капитан корабли готовы да да капитан так слушай ты вообще-то это иди на штурм по темпу потому что я тебя отсюда выкурю нафиг так нарбон мартии полководец так хорошо давайте пока что сдадим ход так хорошо объявление фракции совершеннолетним стал айн герус эбра 16 лет безразличный правитель строитель прошу прощения для этого человека здания всего лишь куча леса камня и кирпичей так что он не считает нужным размышлять об этом стоп блин опять римляне подплывают да тут эти римляне тоже вот заколебывают еще так хорошо давайте вот мы агером из малаке наконец-то выдвинемся к лептису маги так цирту мы укрепим и все таки же да вот понизим налоги да давайте все таки же построим круг бард бардов сверти корабли готовы корабли готовы да капитан приказы да 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 ты осаждаешь да думаешь ты самый умный типа так конечно же не пускаем римский флот юлиев к нашим берегам так так шами дуза море наше продолжаем прессинговать римский флот не даем ему высадить десант потому что да вот римляне ну не достойны такой чести чтобы высадить десант так тогда мы наверное используем а здесь тоже мост ну собака тут прям стал на двух мостах а а чем мне тебя выбить форсировать как бы он не даст мост а большие потери как бы меня ну не устраивает чем могу служить я поговорю с ними так хорошо что нибудь допридумаем наверно кстати вот карфаген давайте понизим налоги потому что в карфагене люди то недовольны вот так вот сделаем да кстати давайте вот нашего агента закинем в карфаген потому что тут наши римские друзья уже этот убийцами действуют ну и я не удивлюсь если они действуют и шпионами так что в принципе нужно как-то этому противопротиводействовать сдадим следующий ход идем к финалу ребята так в риме уже ли легионы первые легионы делают поздравляю новый член семьи эссельда хорошо первые римские легионы нужно быстрее заканчивать компанию сколько ходов так раз два три четыре четыре хода если разбить вот эту вот армию пять ходов шесть семь ну да где то так как то так где то так как то так так а если я вот так вот если я вот так вот сделаю эту гальскую собаку замочу как жалкую несчастную тварюгу который да вот сидит на мосту тут и мне мешает спокойненько да вот записывать финал кампании за финал да за за испанию так а вот и подкрепление тупо и вы здесь да а вот и наша конница так я думаю да дождемся подкрепления и уже объединенными силами размотаем вот этих вот несчастных галов я думаю мы их все таки же размотаем ну вот по крайней мере мне кажется что у нас для этого все возможности есть и по пехоте мы сильны и конницы у нас много они отступают вот что значит вот так вот щелкать по этим кнопочкам это магия волшебство да в общем то галлы без боя отступают ну я вообще то я как бы согласен и на такой результат меня он вполне устраивается мне тут нужно сколько ну от семи до десяти ходов ну может быть чуть больше ладно что то пойдет скорее всего не так ну в общем то там семь ходов ну десять ходов да пусть будут непредвиденные обстоятельства и как бы заканчиваем кампанию за испанию это великая победа крики умирающих да это это великая победа но эта битва была вообще без без потерь без потерь без умирающих вообще без ничего так вы позволите мне отсюда забрать моих бычьих воинов ну да я я понижу налоги конечно конечно я все понимаю что вы так чё вы так нервничаете а приказы 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 вот так вот хорошо да чуть не забыл ребята чуть не забыл а вот он этот римский флот а это точно он да да он он перевозит убить их готовы поднять паруса уничтожить так ну пишут что вот один остался остался если пишут то и так оно и есть корабли готовы да капитан да капитан да тут другая беда римляне перевозят уже не одним кораблем всю армию а уже несколькими армиями так ну не очень то это конечно же весело придется увеличивать флот а это лишние затраты кстати в нэпте можно повысить налоги давайте распустим вот эту вот кавалерию думаю она не понадобится так сдаем следующий ход да в принципе если римляне ничего не будут дергать по пустякам то я себе спокойно обойду их ага и закончу эту кампанию так минус идет самая сильная фракция дом брутов боги даровали этому народу великую силу мы хорошо сделаем если будем относиться к ним с уважением по меньшей мере так ну и достойная жизнь нашего тайного агента закончена в лемоне высадился до собака римская да капитан ставить паруса корабли готовы уничтожить да капитан уничтожить так ну опять один остался ну что такое а хотя потонул вот так вот да капитан кормим рыбок возле наших берегов да да ребятки испанцы они же любят как бы да вот кормить рыб все таки же местная местная достопримечательность а вот это вот римская армия это конечно же не есть хорошо так давайте переобучим наших бычков давайте вот рынок отменим вместо этого вот в олесе построим священный круг езуса так все таки ж я жду нападение британии так ё-моё еще одна армия да вы гоните ребята ну собаки римские чё вы это ну все мешают вот все вот прям мешают и все тут блин кузницу бы хотелось построить в карфагене так хорошо оставим пока что так хорошо полководец 70 ну привыкайте ребятки привыкайте уже быть без гарнизонов да тут повстанцы действуют да капитан убить их так здесь гальский флот убить их давайте вот мы его опрокинем потому что галы всячески мешают нам идти спокойненько к победе так а мы да вот хотим спокойненько взять себя победить особо не заморачиваясь ну особо не заморачиваться конечно же наверное не получится потому что юлии да вот не дадут нам это сделать сдадим пока что ход так объявление фракции семейная трагедия Кейнея да наверное женщина из знатного рода умерла в нашей фракции нифига вы вы вообще борзели что ли ребята смотри они блокируют наши порты так это какое-то римское вторжение и галы тут тоже сволочи такие муть от воду так хорошо двигаемся далее в общем-то два хода дали пасмагна прихожи не хорошо так чтобы построить да давайте вот рынок в массе ли выстроим только вот денежек ну слишком уж много этих бычьих воинов у нас хотя с другой стороны бычьих воинов много не бывает это даже дети знают кстати если уж и римляне собираются в пальме может быть перебросим тогда вот парочку бычьих воинов из цирты из цирты в пальму перебросим все таки ж цирту у нас здесь обороняет берет аксой из клуни хорошо сдадим следующий ход так подходящий муж я ком из бильби бильби лиса обручен с куни а венда 25 лет хороший полководец хороший атакующий хороший защитник ну вот прям вот смотрите ну это ж такая милота такой он милашка до 25 лет ему хороший 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 полководец атакующий защитник возьмем конечно он хороший так царственный брак может укрепить лишь наш народ и принести благословение богине плодородия вообще-то ты был бы хорошим полководцем объявлен союз парфия египет искусные речи и уважение к чужому достоинству привели к тому что эти два народа теперь верные союзники братья по оружию в войне против всего мира новый член семьи барита девочка скорее всего так поселение пальма в осаде поселение окружено и находится в осаде его воины должно быть дрожат за своими стенами вместо того чтобы встретить врага с оружием в руках ну и карфаген тоже вот осаждается с цепионами как бы я так и думал на самом-то деле если честно то что ну не дадут нам вот взять и спокойно закончить кампанию готовы поднять паруса уничтожить да капитан уничтожить так хорошо ставить паруса движение невозможно корабли готовы да капитан да капитан так это отступающий да флот отплывающий флот или как это сказать уплывающий флот да да капитан корабли готовы форш шевелись ходы кончились так ну вот сухопутные границы конечно же довольно таки защищены у нас мы правим волнами ставить паруса правда конечно же вот с финансами ну беда это не деньги так тем более да вот постоянные осады римлян ну это тоже не есть хорошо да у римлян я смотрю уже вот когорты легионеров есть в армиях так ну с другой стороны карфаген устоит так вообще-то я не хочу с ним сражаться но это время ребятки я конечно же могу его легко победить у нас здесь довольно таки хорошая армия но я думаю вот разобраться с лептисом магной может быть за два хода разобраться с ними и закончить уже кампанию за Испанию в этой серии так кстати вот пальме шесть ходов пальма еще продержится ладно давайте пока что сдадим ход ну да а незначительная победа я то думал поражение а тут уже инициативу подхватили римляне так дом юлиев сенат и граждане рима сапионы воюют с враг фраки греческие города и дом брутов объявили о перемирии и фракия стала вассалом дома брутов римлян да каким-то образом так а куда отступил а вот он так давайте наконец-то высадимся ну вот смотрите римляне все подвозят и подвозят подкрепление да капитан они до того борзели что здесь вот уже наш флот терроризируют корабли готовы убить их да капитан да где ж ты там а вот убить их убить их есть победа корабли готовы угу давайте-ка отбросим да уйди ты не вижу свой флот так давайте вот это вот адмирала секунда отбросим да капитан да капитан от нашего порта да капитан убить их так победа ибо нефиг сюда приходить потому что здесь вам не рады ребятки повелитель шевелись так ну что ж давайте вот проведем битву за лептис магнум атаку мы будем править уничтожить уничтожить так четыре хода подождаем поселение хм ну можно подождать четыре хода пока они сдадутся а вообще да знаете давайте мы наверное построим тараны как бы тоже ну ждать четыре хода ну да ну да римляне нам так спокойно не дадут наверное будет штурмовать карфаген вполне возможно будет штурмовать пальму так пока что кстати да давайте вот построим чего-нибудь вернее я бы сказал давайте переобучим в алесе наш гарнизон построим давайте вот кузницу в карфагене по крайней мере закажем и сдадим следующий ход так объявлена война дом брута в греческие города эти два народа воюют друг с другом да посмеются боги над их потугами и да принесут обоим поражение и слава да новый член семьи крайнея скорее всего девочка да ну здесь прям сосредоточено ну да Ну, кто б сомневался, что еще сволочи-сепионы подтянутся сюда вот, к пальме. Так, вот этот вот Публи Лепис, Публи Лепс, да, Григорий Лепс, Публи Григорий Лепс у нас двигается к Цирте. И думает, что если я его не атакую, я вот как бы его не могу победить. Ну, я-то победить могу, но я хочу побыстрее закончить кампанию, на самом-то деле. Давайте, может быть, попробуем заштурмовать Лептис Магну. Обороняет ее Массиниса Неферис. 42 года, хороший полководец, чиновник, любящий выпить, преемник лидера фракции, гибкий, недоверчивый, старый солдат. Этот человек с гордостью носит свои шрамы. Ну, и в подкреплениях у него находится Мутин Оска. Уверенный полководец, талант командира и чиновник. Для этого человека нет лучшей работы, чем день за днем управлять поселением. Можно не сомневаться в том, что он не заснет над государственными делами. 50 лет ему. Ну да, вот, карфагенские полководцы, они, конечно же, хорошие чиновники. Нашими войсками командует Агер из Малакии. 35 лет, хороший полководец, не знающий страха. Этот человек никогда не испытывал колебаний перед началом сражения. Битва его старый добрый друг. Выпивоха. 35 лет. Ну и отличные у нас здесь войска. Я думаю, мы легко расправимся со всем вот этим вот ополчением. Ну и даже вот это вот подкрепление, как мне кажется, не сможет нас остановить. Давайте начнем битву. Сегодня подходящий день, чтобы умереть. Но лучше остаться жить. Певцы будут петь о храбрых подвигах, совершенных сегодня. И мы будем героями этих песен. И пусть нашим боевым кличем будет смерть. Смерть. Смерть и позор нашим врагам. Так, хорошо, давайте размещаться. В принципе, да, вот если это столица Карфагена, и у Карфагена нету больше других городов, то, пожалуй, да, вот с этой битвой мы закончим, наконец-то, наше прохождение за Испанию. Которое, да, вот, ну, уже, наверное, вам надоело. Так, хорошо, начнем битву. Враги испуганы. Они привели сюда еще людей. Ничего, мы сосчитаем погибших позже. Так, ну да. Даже и не знаю. Так, а че вы это? Вперед, ребятки. Че вы застыли, как вкопаны? Так, ну да. Здесь мы оставим уже таран. Подведем пехоту. Да, войск, конечно же, у Карфагена много. Ну, это ж ополчение. А у нас... Бычьи войны. Это очень хорошие войска. Таран уже у ворот. Наши войны атакуют. Настало время для великих подвигов. Так, че-то... Карфагенское подкрепление... Кирдык, Хана. Приехали. Вам вообще-то, наверное, нужно вот спешить сюда, вот в центр. Таран уже у стен. Наши воины атакуют. Настало время для великих подвигов. Потому что мы... Мы собираемся захватить этот город. Сходу. Ворота пробиты. Ваши воины храбро поработали тараном. Таран! Таран уже закидывают дротиками. Так, ну наши войска, вообще-то... Вообще-то, могут отстреливаться, огрызаться. Вражеские стены разрушены. Наши воины теперь получат волю, крови и сокровищ. Да, прям наш... Комментатор... Комментатор этой битвы прям вот изрядно радуется. Так. Все, поехали, испанцы. Наши воины заняли стены. Теперь по улицам рекой потечет кровь. Так, спокойно, ребятки, спокойно. Я всего лишь хочу закончить уже наконец-то эту кампанию. Так. Угу. Так. Угу. Вражеский военачальник бежит, как испуганная коза. Хватайте его! Козы очень питательны. Так, ну что ж. Вы убили вражеского полководца. Теперь его люди испуганы. Они могут повернуть и побежать. Атаку! Атаку! Так, они все бегут. Его люди. Его люди, к сожалению, да, вот, всего лишь несчастные ополченцы. Стоять! Которые, конечно же, да, вот, ну не могут противостоять нашим бычьим воинам. Берем! Которые, ну, без особых проблем расправились с ними. Бички бой! Берем! Так, давайте для поддержания боевого духа наступающей пехоты мы подведем нашего генерала. Ну да, карфагенское ополчение деморализовано. Ой, ну, бедолаги, даже жалко их. Что они могут противостоять? Так, подходим к центральной площади. Строимся. Так, кстати, вот, карфагенское подкрепление все-таки ж решилось прийти на выручку городу. Ждем ваших распоряжений. Так, не-не-не, ребятки, не-не-не. Спокойно. Спокойно, ребятки. У нас есть еще дротики. Или чем вы там кидаетесь? Сейчас мы их закидаем. Для начала. Меня все-таки ж беспокоит другой вопрос. А действительно ли это последнее поселение у карфагена? Потому что ж, как бы это, я могу и обломаться конкретно. Так, ладно, вырезаем защитника, который устроились тут на центральной площади. Заводим нашу конницу в город на всякий случай. Так, ну и подведем нашего командующего. 54% потери у карфагена, 5% потери нашей. Так, 3 минуты. 3 минуты есть у карфагенской армии. Чтобы попробовать выбить нас с центра города. Так, давайте быстренько перестроимся. Так, и все-таки ж, знаете, вот не дает покоя мне вот это вот. Действительно ли это поселение последнюю карфагеной? Или все-таки ж... У него где-то еще там вот спрятано. Поселение, да. И нам предстоит еще отбиваться от римлян. Да, честно говоря, так хотелось бы, чтобы эта серия была последней. Так, хорошо, ну давайте, да, вот. Сосредоточим наше внимание на битве. Хотя... Отступающие пытаются прорваться сюда, вот к центру города. Просто нещадно перемалываются нашей тяжелой пехотой. Которая, кстати, вот уже некоторые вот усталые. А времечко, да, времечко-то уходит. Отряды! 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 Быстрый масс! Завершаем битву. Нам незачем больше сражаться. Враги обратились в бегство. Мы победили! Ну что ж, отлично. И сейчас самая главная интрига. Победа или нет? Победа! Поселение захвачено! Да, друзья, это победа! Поздравляю вас! Поздравляю себя! Поздравляю испанцев! поздравляю также римлян с этой нашей замечательной победой действительно да вот это победа замечательный ролик замечательная победа я думаю замечательная компания ну и тем не менее самое что ни на есть замечательная серия получилось всем спасибо за просмотр и ставьте лайки если вам точно так же как и мне понравилось это прохождение эта серия если вам нравится мой канал почему бы не подписаться на него чего вы ждете никак не могу понять всем спасибо за то что поставили лайк за то что подписались на канал и всем пока увидимся услышимся уже в последующих прохождения желаю всего хорошего